Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ксения Устюгова. Я являюсь сертифицированным тренером Adobe и преподаю в центре специалист при МГТУ имени Баумана. Сегодня мы с вами разбираем, как рисовать стрелки в фотошопе. Приступим! Для начала выберем инструмент линия. Это самый простой способ нарисовать небольшую стрелочку. Сам инструмент линия не показан на панельке. Для начала найдите в нижней части прямоугольник, раскройте подгруппу правой кнопкой мыши, а внутри уже делаем щелчок по инструменту линия. Далее необходимо задать параметры, потому что без них у нас будет получаться обыкновенная линия без стрелочек. Поэтому на панели параметров сверху находим значок в виде шестеренки. Делая щелчок мы открываем основные опции. Собственно мы можем здесь указать, где будет стрелка в начале линии или в конце. Ну и собственно настройки размеров ширина, длина и кривизна. Ну давайте обо всем по порядку. Итак, приступим к рисованию стрелок. В первую очередь задаем ширину линии. Это будет 10 пикселей. После этого заглядываем в параметры и указываем, где будет стрелка в начале или в конце линии, либо даже и там и там. Остальные параметры задаются как раз таки в процентах от толщины, заданные нами ранее. Соответственно, если толщина 10 пикселей, то ширина будет 50 пикселей, а длина 100 пикселей. Проверим. Проводим отрезок. Отпускаем. На глаз, конечно, не определить ни ширину, ни длину, но нам в этом поможет инструмент линейка. Вы можете его найти в подгруппе вспомогательных инструментов в верхней части панельки, ну или просто посмотрите на экран. Разворачиваю подгруппу, выбираю линеечку. Провожу отрезок от краешка стрелочки до противоположного. На панели параметров сверху видны настройки. Но так как я делала это на глаз, то число не такое уж ровное и красивое, но тем не менее это около 50 пикселей. Теперь измерим длину. Проводим от кончика до начала. Практически 100 пикселей. Как должно быть. Вернемся к параметрам. Опять выберу инструмент линия. Зайду в параметры инструмента. Соответственно, если стрелка кажется слишком большой, эти настройки мы можем легко изменить. Поставим, ну допустим, ширина 300. Посмотрим. Итог. Заметное изменение. Если стрелочку хочется заострить, то в этом случае нам необходима опция кривизна. Поставим, допустим, 50 процентов. Проводим. Разница на лицо. Можно кривизну вбивать не только положительные значения, но и отрицательные. Тогда форма стрелки будет достаточно оригинальной. Теперь стрелочка выглядит так. В принципе, также попробую делать стрелки в начале и в конце. Будет примерно это. Если в процессе рисования цвет стрелки вам захочется изменить, то, конечно, это можно сделать и сейчас. Можно было задать это заранее. Если вы хотите задать цвет для новых стрелок, то сверху в параметрах найдите опцию заливка. Если стрелки уже созданы, то тут могут быть нюансы. Все зависит от того, в каком режиме вы их создавали. Если это был режим фигура, то вы просто открываете панельку слои, делаете двойной щелчок по эскизу данного слоя и открывается окно выбора цвета. Еще разок. Двойной щелчок по эскизу слоя, окно выбора цвета. Ок. И так далее. Если же вы создавали стрелки в режиме пиксель, то в этом случае перекрасить стрелку уже гораздо сложнее. Вам придется либо выделять, либо пользоваться другими способами. Поэтому лучше, конечно, выбирать режим фигура. Итак, если стрелка создается в режиме контура. Создали стрелку. Чтобы залить ее цветом, сначала откроем панель слои, проверим, какой слой выделен. Часто для этой цели, для заливки стрелки, создает отдельный слой. После этого переключаемся в панель контура и выполняем выделение и заливку данного контура. Делаем по рабочему контуру клик правой кнопкой мыши. Как раз под рукой у нас необходима операция. В появившемся окошке выбираем параметры заливки. Это может быть либо основной цвет, то есть тот, который выбран на панельке инструментов верхней. Но белый на белом смотрится плохо, поэтому я выберу в подающем списке цвет и выберу более контрастный оттенок. Все остальные параметры можно оставить по умолчанию. И нажимаем ОК. Стрелка готова. Дорогие друзья, надеюсь данный урок был вам полезен. Приглашаю вас на курсы в Центр Специалист, где вы не только строите программу Photoshop, но и получите престижный сертификат. Всем вам успехов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok